Итак, всем привет, с вами Добгай, и мы начинаем играть за Грецию в Кайзершизе. Конечно же, мы пойдем по самому интересному, ну, по крайней мере, на мой взгляд, пути, это восстановление Византии. Позже мы будем идти там на Рим, и я думаю, в принципе, мы будем, так сказать, восстанавливать Римскую империю. Так что, я думаю, наша амбиция, например, на Средиземное море, ну и, конечно же, Британия, потому что она тоже была в Римской империи. В целом, как бы, Европа тоже, как бы, да, попадает под прерогативу Римской империи, поэтому почему бы и нет. Ну и если вдруг что-то надо будет обеспасить себя, тоже на восток-север сходим, но не более. Если вы еще вдруг не подписаны, обязательно подписывайтесь, а мы начинаем. Ситуация у нас в Греции, ну, вообще, посредственно, у нас супер мало войск, все из них такие себе. Конечно, вот эти везде не самые плохие, здесь бывают еще и похуже, здесь хотя бы есть арта, но промышленности у нас нету, у нас тут есть очень неприятные нацтухи, как бы, да, тут, в общем-то, страна не сильно, не сильно дышит. Но скоро подойдет война с Болгарским царством, Балканские войны начнутся, и вот там-то мы, я думаю, свое получим. Интересный факт, у нас не такой уж-то и плохой флот. У нас есть линкор, два линейных крейсера, ну-ка. Да, у них даже, ну, как будто есть кит-статы, хотя, конечно, супер маленькие. Я ожидал чуть-чуть посильнее, но в целом, опять-таки, оно хотя бы есть, если сравнить с Турцией, тоже есть флот, примерно как у нас, на самом деле. У этих ребят тоже, кстати, не все так плохо. Так что, в целом, у нас здесь, против наших соперников, флот какой-то даже будет иметься. Возможно, будет смысл как-то что-то с ним еще сделать. Ну, посмотрим. Может, в Болгаре когда-нибудь заберем один момент. Генерал, кстати говоря, у нас тоже неплохие, у нас очень много горных стрелков. Это хорошо. Ну, как минимум два, это уже неплохо, да? Так что, наверное, наверное, я и возьму вот этого парня вот сюда. И Фильдмаршалом взять бы кого-то с перком на уникальный перк, да? Но и нет его. Совершенно, потом апнем Наполеона, господи. Ну, он тоже мастер-боя в холмах, так что, я думаю, он пойдет. Все говорят, а этот, это именно горный стрелок, окей. Итак, рассказывает нам лор Греции. Мы проиграли в Бельдкриге. Настолько трудностей. Потеряли мы Крид, Македонию. Огромные долги. Короче говоря, ужасно все у нас. Но это только пока. Кроме того, я думаю, есть смысл распустить все войска, кроме того шаблона, который мы хотим иметь. Война будет скоро, но не прям супер скоро. Поэтому есть смысл просто бесплатно их переобучить вот в эти дивизии. Вот, конечно, было бы тоже хорошо потренировать, но, естественно говоря, мы этого не можете позволить под топливу. Авиацию, я думаю, все-таки чуть-чуть потренируем. Это слишком полезно. И слишком мало топлива вредом бросит. И вот происходит у нас крах фондовой биржи классический. Мы делаем тут какую-то войну сделали. Получили поддержку войны. Спасибо, полезно. У нас умер генерал Кандилис. Угу. У нас винился регент. Окей. Что у нас тут есть по фокусам? Давайте оценим по-быстрому. У нас здесь фокусы по Черному понедельнику. Здесь у нас референдум есть по Монархии. И вот здесь вот у нас раздавные фокусы по морским силам, воздуху. Вот это вот к самой войне подготовка. В принципе, мы, я думаю, это сделаем. Кстати говоря, мы в теории можем сделать это буквально, ну, когда угодно, да. Но пока что, конечно, мы не хотим. Мы хотим немножко промышленности остановить. Я думаю, мы, наверное, вот подождем, когда у нас появится дебаф. Если это будет быстро, тогда пойдем сюда. Если нет, то пойдем в Монархию. В Франции побеждаются релиансы, кстати говоря. Не самые частые люди там. В России пока еще сложно сказать. Начинаем референдум по Монархии. Вот и дошли до нас последствия Черного понедельника. Ну, это попозже. Пока что, господи, как у нас политки нету. Ну, ничего. Потерпим пока что. Так, Монархистная улица. Мы, я думаю... О, надо повышать симпатии к Монархии. Ведь мы все-таки хотим Монархию восстанавливать. Фермский кризис у нас. Что поделать? Так, Республиканская кампания. Я думаю, надо осудить такие разговоры в нашем правительстве. Марш прав союзов. Сдерживать их мы, но мы не хотим насилия. Наверное, да. У нас так минус стабильность большая. Аристократическое. Лоббирование. Плюс политка, плюс симпатия к Монархии. Конечно, мы берем. Идет сбор синдикалистов. Но тут уже нет. Тут уже нам нужно симпатия к Монархии, конечно же. Беспорядки республиканцев. Ну что ж, симпатии к Монархии все-таки. Итак, у Монархистов есть преимущество. И вот здесь вот интересный вариант. У нас есть вариант просто дать пройти выбором. Либо, либо сделать так, чтобы мы потусывались в сторону Республики. Их найдут. И тогда Монархисты все равно победят. Давайте попробуем именно так. Если вдруг не получится, я не знаю, там, рандомно или нет, то, конечно же, пойдем в Монархию, что мы хотим в Монархию. Ну, точнее, вот путь стаб идем. Но посмотрим, посмотрим. Так. Референу построим. Шанс раскрытия. Посмотрим. Ну-ка. Насколько реально этот шанс? И победа республиканцев. А раскрытие будет или нет? Такой вопрос. Подозрение в мошенничестве. Да-да. Подлог был найден. И переворот Метаксаса. Так, вновь умирает греческая демократия. Катей становится правящей партией. И нас разблокируются вот эти и вот эти фокусы. Это поражение с принадлежащим австрийцам удаляется. Немецкая тоже, я так понимаю, удаляется. У нас немножко освобождается ТНП, но все еще из-за, конечно, этого вот черного понедельника у нас, конечно, все плохо. Но это пока. И самое важное, вот эти фокусы не мешают здесь вот эти. А здесь есть очень неплохие бафы на 10 атаки дивизии. Мы это, конечно же, очень хотим. Так, ответ кризису. Поможем им чем только сможем, либо копнем глубже. Мне надо повышать симпатию к монархии. Хотя, по-моему, уже нам плевать. Но на всякий случай вдруг на что-то потом еще может повлиять. И давайте, да, добьем все-таки сначала в черный понедельник. С одной стороны, с другой стороны. Мне бы хотелось дивизии продолжать обучать. Для этого надо было бы вот это взять. Да, но, наверное, все-таки попозже, попозже. Промышленности все-таки важнее. Война не начнется прямо завтра. Так что решим, что мы здесь хотим. Здесь бонусы к промышленности. Исследования всякие. Нам все нужно будет в итоге, да. Инфраструктура, ячейки для строительства. А здесь у нас, смотрите, есть национализация, а здесь приватизация. Короче, смотрите, вот здесь вот у нас удаляются военные заводы. И делают из них фабрики. Я думаю, это точно страшно для нас в данный момент. Фабрики, конечно, крутые, но мы не успеем построить на этих фабриков и военные заводы. Здесь у нас просто делается одна фабрика. Очевидно, мне кажется, что вот это поинтереснее. Тут, конечно, еще и дается ТНП. Но здесь дается вместо этого 20 скорости строительства. И у нас макс производство очень больно для нас. Но я не хочу удаляйся военные заводы. Не воевать скоро. Я думаю, дальше идем в фабрику просто. У нас еще есть вот здесь вот ячейка, которую я хотел бы взять. Исследование военные заводы. И вот сюда добавь на войну. То есть я хотел бы перед войной точно, конечно, с экономикой разобраться. С этим разобраться. Взять в идеале кнут. И потом уже идти. Но я не уверен, что мы успеем. Ну, посмотрим. Еще, я думаю, самое важное экономику наладить. Построить побольше какой-то промышленности. Ведь именно ментовок нам будет не хватать, скорее всего, в армии. Люди-то это появятся, как мы чуть-чуть подмобилизуемся. Россия там уже объявляет войну в Алашской республике. Там что-то пошло уже. Там, кстати говоря, Дмитрий Третий. Патерналисты. Хотя, я вижу, национал популисты тоже имеет очень большую популярность. Интересное развитие событий. Здесь пока еще ничего не произошло. Здесь тоже. В Китае тоже пока еще ничего не произошло. Америка тоже сидит на Чиле. Ну, все еще только начинается. Я все-таки решил построить две фабрики, а не одну. И потом уже строить военные заводы. До простой причины, что, ну, блин, ну совсем у нас их мало. Совсем мало. Нам, как минимум, надо будет, возможно, нефть покупать. Какие-то еще, может, ресурсы. Хотя у нас, кстати говоря, их немало. Все равно, типа, слишком мало. Надо как-то поставить все равно. Чтобы что-то устроилось потихоньку. Мы все-таки играем на лейтгейм, верно? У нас тут в планах очень большие планы, как говорится. Так что, я думаю, потерпим чуть-чуть. И, наконец-таки, мы сейчас будем полностью восстанавливаться в черном понедельник. Это очень приятно будет. Мы сможем нормально подстроиться. Но все еще гражданская экономика. У нас все еще нет политики. Поэтому мы не сможем мобилизовать ее. Но уже хотя бы что-то. Я думаю, после этого фокуса мы пойдем вот сюда подготовить массы. Нам все-таки нужно мэнпоуэр потихоньку набирать будет. А я заметил, что у нас, оказывается, все еще не было винтовок нормальных. Это, кстати говоря, очень критически. Потому что, если что, атака повышается в два раза. Буквально в два раза. Паралит в полтора раза. Защита, конечно, немножко. Но вот остальные статы прям супер растут. И это надо было прям супер рано фокусить, чтобы исследовать. Но, ладно. Незаметенный надежный, я предполагаю, что обычно все стороны имеют хотя бы эти винтовки. Но, видимо, получается, нет. Ладно, это мы потерпим. Нам, наверное, стоит побежать вот сюда. У нас, конечно, здесь ячейка нас ждет. И вот здесь вот нас ждет еще вот этот баф. Но, объективно говоря, этот баф не сильный, а вот этот сильный. Давайте к короля Павлоса пойдем. Собственно говоря, он нам стабильность поднимет. Причем солидно. Кстати, как солидно? У нас на 0. Он базовый минус 10 делает. Ладно, получается не солидно. Но вот здесь вот есть фабрики. Потом есть ячейка исследования. Потом есть, как раз таки, атака. Ну и опять-таки, политкая стабильность. То есть мы сможем что-то потихоньку уже брать. А вот и вторая американская гражданская война пошла. По-моему, параллельно с испанской, что ли? Нет, еще пока нет. Но скоро. Еще вопрос, что когда здесь будет война. Потому что могут ли Болгария сама начать война. Но в целом, видите, у нее тоже черный понедельник тут еще. Всякие проблемы тоже еще вроде как есть. Так что, как будто пока что не должна. Мы поэтому еще мобилизуемся. Вроде все успеем. Я отправил, колчак был убит. Лавров стал в власти. Ага. Интересно, что там дальше будет происходить. Здесь пока реально ничего не происходит особо. Какие-то мелкие конфликты. Шанси захватывает заценим. Кстати говоря, это должно забустить цинь. Кое-как. Может, он и не проиграет в Интяню. Как обычно это бывает. Здесь все по-жестному. Ну, в общем-то, будем смотреть, ждать. И берем теперь фабрики. Про фабрикам я могу сказать, потому что... Да. Потому что нам они реально очень нужны. Это нам очень пригодится. Мы сейчас еще и палитку сможем получить. Достаточно скоро, на самом деле. И мобилизуемся. Начнем строить военные заводы прям, ну, очень солидно. Конечно, по сравнению с болгарскими все еще будет мало, но что поделать. Сербия пригласила нас... Ага, Белградский пакт. Да, давайте поддержим. Как или иначе, единственное, мне бы... Чтобы они не сильно рано напали. Когда там у них нападение? Хороший вопрос вообще, наверное, когда нападение. Вот он. Ультиматум. Ну да, надо, чтобы они не спешили. Но мы, наверное, увидим теперь, когда будет что-то происходить. Так что нормально. А вот в Испании гражданка тоже началась. Хотя говоря... Блин, хотелось бы отправить туда Аташе, но у нас нет политики даже на Аташе. У нас даже на мобилизации экономики не было политики, так что... Ну да. Блин, я думал, что про ячейки исследований. Слушайте, а давайте, наверное, сначала пойдем в военные заводы вот эти заберем. Вот тоже будет ячейки исследований, но там будут... Возьми, военные заводы. Это очень будет солидно для нас. И хотелось бы мне, на самом деле, построить еще немножко самолетов. Потому что у нас манпавера мало. Да, мы в Греции. Но вот самолеты зарядить манпавер, это всегда супер выгодно. И тут уже происходит ультиматум Болгарии, я вижу. Не самое для нас удачное время. Надо бы нам не спешить с этим. Но вот сербы решили поспешить. Давайте дообучим вот этих ребят двух. С этого на самом деле не будем уже обучать. Он уже не успеет. Но вот этот, видите, он сейчас получит плюс 25 к атаке и защите, в принципе. Ну, ко всем статам. Это очень сильно. Это нельзя игнорировать. Да, и началась четвертая Балканская война. Реально? Нас сложно призвать войну в теории. Ну ладно, мы сами призовемся. Так и быть. Подводим сюда флот. Сюда ставим какого-нибудь нам адмирала бы поставить. Но по факту только вот этого, потому что только у него есть эксперт по маскировке доступен. И под лодочкой тоже, я думаю, имеет смысл попробовать поставить вот сюда. Если что-то там по морю проходит, вообще, наверное, нет. Вообще, наверное, нет. Хотя, смотрите, нет. Из Бельгии импортируются, но скорее всего по земле. Скорее всего по земле. Нормально. Сейчас будем от дефа как-то играть, и я думаю, победим. Вот такие вот у нас битвы. Нам, конечно, доктрины еще нету никакой. Но в целом нормально. Так, в плечо. Главное мировое дежавое, что? Ну, это странно, но ладно. Вот здесь вот нас как будто могут пробить. Давайте вот эту дивизию перебросим сюда. Одно, я хотел сказать. Давайте-ка, где здесь порт? Вот здесь вот. Я бы туда все-таки докинул. Может, они туда очень жестко атакуют? Это очень выгодно. Пускай они тратят там много ресурсов, и мы, наоборот, получаем очень много опыта. Чтобы туда не пошли, хорошо, вопрос. Я немножко перебросил войска сюда, чтобы было прям 4 дивизии. Думаю, все отлично. У них, кстати говоря, в какой-то дивизии есть щиток. Это критическое. Все 8 брони. Это супер критическое, и мне бы на счет какое-то, я думаю, ПВО хотя бы поставить в дивизии. Потому что эта дивизия нас может победить. Так что говоря, немецкая дивизия. А, тогда понятно, там, скорее всего, танк просто стоит. А то я подумал, что это у... Черт возьми, в Болгарии есть танковые дивизии. Звучит странно. И правда, звучит странно, это не в Болгарии, это, черт возьми, немцы прислали поддержку. Итак, я получил себе военную промышленность, отлично. В идеале, знаете, что мы сделать должны? Вот так, пожалуй, вот. А, у нас нет лопаты, господи. Как же мы отстали от всего? Ладно, я тут думаю про самолеты. Нам бы лопаты изучить. У меня цель захватить Южную Македонию. Слушайте, ну, вообще, вообще, у нас есть шансы вот так вот пробиться, но они небольшие. Потихоньку начинаем себе закидывать, уже доктрина есть, уже 5 атаки отсюда есть. Наши дивизии начинают разгоняться. Самое главное, дойти вот до сюда, до кнута. Взяли военные заводы здесь. Теперь идем до кнута, получим еще 10 атаки. И еще вот отсюда потом получим тоже статы для наших дивизий. Я думаю, мы вполне себе сможем здесь справиться. Например, взять и вот так вот пробиться вот здесь вот, я думаю, нам под силу. А еще я вижу здесь пустую провинцию. Я думаю, это хорошие знаки. Единственный плохой знак, то что у нас все это время фельмаршала не было, и я этого не замечал. Но я думаю, мы справимся. И вот турки мне тоже не нравятся. А, нет, турки, турки воюют с нами против Болгарии. Окей, это мне нравится. То танковая дивизия, танковая дивизия точно мне не нравится. Но вообще, я думаю, мы с ними должны справиться. Я люблю говорить, что мы со всем справимся, потому что мы и правда со всем справимся. Сейчас еще вот этот баф будет безумный. И ух, я не завидую сейчас болгарским войскам, которые будут наши пробафанные войска принимать. И да, мы прорвались вот здесь вот. Давайте теперь попробуем блокировать танки здесь. И окружить их в идеале бы. И избавиться от них было бы очень хорошо, если бы этих танков здесь больше не было. Более, что это уже болгарские танки. Они не пропадут в один момент, как германские, допустим. То есть Германия в теории могла бы прислать еще одни потом. Но Болгария еще одни не пришлет. Больше, я думаю, у нее особо-то и нет. А может, где-то на севере там еще. По крайней мере, из нашего фронта. И вуаля. Происходит прекрасное окружение болгарских войск. Вот здесь вот, во Флориане. Южно-Македония по квесту мы сразу не взяли. Но сейчас возьмем. И возьмем, так сказать, в окружение. И с узовой успешной атаки добьем даже танк. Так и есть. Да, мы тут чуть-чуть потеряли здесь территорию. Но это из-за того, что нам нужно было сфокусироваться на закрытии вот этого котла. Говорю, вот эта ситуация немножко даже опасная. Но я думаю, мы с ней справимся. Болгария сдается. А все. Можно даже дальше уже и не справляться. Политическая власть плюс 200. Это нам дает частичную мобилизацию сразу. Следующая политка у нас пойдет вот в командование. Так, битва в Македонию пропускается. Дальше у нас есть дипломатический путь. Это может, я так понимаю, в ходе дипломатии минус 10 НП дает? Жесть. Либо новый экспансионизм. И наоборот. Сейчас становится еще сильнее. После чего владеет регионом Крит. А почему мы не владеем регионом Крит? А, потому что он... Я понял. Блин, кстати говоря, интересно, можем ли как-то его получить? Походу нет. В любом случае, у нас теряется время свою армию довести до нашего идеала. У нас, кстати говоря, очень жесткие есть бафы на флот. Если что, минус 15 стоимости крейсеров. Это прям, прям очень. Да, ну это, конечно, концерн. Я думал, если еще идея вот всего-то еще концерна, здесь было бы вообще безумно. Но все равно, 20 стоимости это круто. И здесь еще 10 атаки под водным лодком, крупным королем и охранением. То есть, в принципе, 10% атаки всему флоту. И у нас еще какие-то решения по строительству флота. Так что мы реально сможем делать очень жесткий флот. Это мне нравится. Но, очевидно, мы должны фокусировать сейчас не на флоте, а на армии и авиации. В основном, я думаю, авиации. Надо бы как-то диверсифицировать свое производство. Потому что Manpower Warming у нас очень ограничен. Надо все-таки авиации как-то им помогать. И здесь у нас тоже не сильно все интересно. Что-то нам как будто было бы интересно. Давайте вот сюда пройдем. Уже здесь есть скидки на как раз-таки производство авиации. Мы сейчас следуем авиацию. Смекайте. Ну, я думаю, дальше мы будем продолжать все наши приключения греческие в следующей серии. Мы победили в войне с Болгарией. Достаточно эффективно. Мы располагались своими силами. Распоряжались, точнее. И в итоге очень хорошо повоевали. Более того, я думаю, мы сейчас повоюем еще и с османами. Возможно, не сейчас. Возможно, попозже. Но мы уже имеем достаточную промышленность. Конечно, не сразу. Но, я думаю, мы сможем их победить. Возможно, еще тут кто-то с кем-то тоже повоюет. У нас варианты тут есть. С вами был ДП. Если вы еще вдруг не подписаны, обязательно подписывайтесь. Лайк, комментарий, твичь в дискорд. Все как обычно, ребят. До скорых встреч. Пока.